Так, вот такой вот аквациклонный фильтр, сверху у нас все фильтры, то есть циклон, сюда наливаем воды, засасывается через вот эту трубу внешнюю по циклону, самый крупный мусор падает вниз. Мелкий мусор через трубу, здесь будет вода и через бульбулятор будет выходить наружу. Сверху тут еще вот крышка такая, и сюда будет крепиться у нас пылесос. По краям сделаны фиксаторы, чтобы не поворачивалась крышка туда-сюда. Также на крышке сделана вот такая вот секция, потому что бульбулятор работает с одной стороны, бульбы они обычно, вот здесь вот капли все, а с этой стороны, чтобы в пылесос никакая вода не попала. Конструкция здесь понятна. Здесь обычное ведро из-под наливных полов. Здесь вот по краям для окон резинки обычные. Так как у нас ведро имеет конусообразное, то оно отлично входит и фиксируется. Никаких дополнительных каких-то там креплений, чтобы не было проточек воздуха, не нужно. Здесь вот у нас вот такой вот циклон из обычной конденсорной трубы. Ну, не смотрите, как неаккуратно, все это мое первое знакомство с клеевым пистолетом было, поэтому клея намазано много было. Вот. Собственно говоря, все. Сейчас пойдем нальем воды. Наливаем воду. Воды наливаем так, чтобы вот эта вот часть, вот эта труба у нас была немного скрыта. Вот отсюда, наверное. Все, достаточно воды. Все, вот она у нас здесь, вода для нашего аквафильтра. Вставляем аквафильтр в ведро. Вот, в принципе, можно просто поставить, и она под своим весом туда хорошо встанет. И так зафиксируем. Все. Одеваем сверху крышку. Вот так вот. Здесь, в принципе, тоже ничего особо не нужно, потому что, когда пылесос всасывает, она туда хорошо, достаточно прижимается. Все. Теперь будем подключать пылесос и шланги. Так, вот система собрана. Шланг, пылесос. Включаем пылесос. Вот так вот примерно. На максимум пока не ставили. И так все хорошо. Бульбочки все у нас вот с этой стороны. С этой стороны чисто. Ну, давайте пынуть попробуем пропылесосить. Конечно, из-за бульбы чуть не видно, как у нас там колбасится. Ну, в общем, можно достаточно... И такие крупные. Ну, в общем, вот такие вот. Можно еще побольше сделать. Вот так вот. Так, ну, мы сейчас попробуем открыть вот эту штуку. Вот, видите, вода мутная. Видно, что в ней пыль осела. Вот, в общем-то, ну, остальное все попало, конечно, в бедро. Пока вот так вот не будем. Я лишнее не буду пока. И стресс-тест на перекрытие шланга. Вот так вот полностью, чтобы... Тоже делать не буду. Потому что в прошлый раз, когда я такое сделал, у меня вот эти штуки поотлетали. Некоторые. И все перекосилось. А мне тут еще сейчас работать надо. И политос нужен будет. Ну, правда, в тот раз вот этих штук их было меньше. Тогда их было всего 8 штук. Сейчас вот я их тут наклеил по всему периметру. Эти вот штучки. Чтобы они, даже если... Чтобы давление на каждую было меньше, чтобы, в общем-то, было... Все, вот так вот. Такое вот аквасухло. Вот я вот открыл в нижний ящик. Ну, тут вот, видите, и пыль пооседало, и мусор. Ну, и вот сюда все попало еще дофига. Все, вот такая вот штукенция. Я потом, когда все поделаю, попробую, посмотрю еще в пылесосе мешок. Какой он там пыльный, не пыльный, мокрый, не мокрый. Так, ну вот. Вот шлифовали. Вот такая у нас кашица образовалась здесь. Собственно говоря, место воды. Вот так вот. Значит, иначе вся вот эта вот фигня была бы в фильтре пылесоса. А вот в ведре тоже, собственно говоря, единственный косяк. Где-то у нас аквафильтр дырявый, и вот вода сюда капает. Это, конечно, не очень хорошо. И весь вопрос, где она капает. Ну, и последний штрих. Посмотрим мешок. Там, наверное... Ну, да, вон она. Там... Есть у нас... Шпаклевка. То есть она туда попала. Вот так вот. Вootа. Где-то человек. Четвертое. Кр Євочки. ά